Все во вселенной ритмично, все танцует. Во Всероссийском детском центре «Орленок» в детском лагере «Штормовой» 28 августа торжественным балом завершилась специализированная смена сбор юных моряков «Гардемарины вперед». В эту величественную атмосферу погрузилась и наша съемочная группа. Бал «Гардемарин» существует уже больше века. Среди основателей этой традиции – выпускники морского училища. Эти балы пользовались особенным вниманием петербургского общества. Они сразу стали наиболее изящными с числа блестящих балов в столице Российской империи. В числе почетных гостей были министры иностранных дел, императорского двора, известные адмиралы и генералы. Уже несколько десятилетий подряд корабль «Лагерь Штормовой» продолжает эту традицию. Ежегодно смена «Гардемарины вперед» закрывается под звуки вальса. На борту «Штормового» танцуют все. Почти 300 человек стремительно кружатся под звуки музыки. Выпускной бал для юных моряков – долгожданное событие. Перед ним самые достойные получают звание «Гардемарина». К нему стремился каждый из ребят. В течение смены они получали знания в школе старого боцмана и закрепляли их на практике. Сдавали зачеты по основам дакелажа, истории морского флота, азбуке флажного семафора и другим дисциплинам. Сергей Глушко – один из тех, кто по итогам зачетов получил максимальное количество баллов и почетное звание. Он считает, что «Гардемарин» должен быть отзывчивым, добрым и дружелюбным, всегда соблюдать традиции флота, кодекс чести и уметь преподнести себя в обществе дам. На балу Сергей, как и положено истинному защитнику моря, проявляет вежливость, галантность и учтивость. Да, я считаю, что для нашего поколения это очень гордо. То, что до сих пор соблюдаются традиции, проводятся такие вот балы. Это действительно очень интересно узнать о том, как это было раньше, об истории. Бал для детей – это что-то, ну, опять-таки, необыкновенное. Это сразу же осанка, это сразу же манеры джентльмены, девушки. И прям дети это очень сильно запоминают, и для них это яркое впечатление. Я считаю, что вообще балы проводить нужно, потому что это воспитывает именно культуру, как вот нужно обращаться друг с другом. На балу все погружаются в атмосферу Петровской эпохи. В танцевальную программу по традиции вошли под игра, свальс, полька и другие виды. Все движения юные моряки разучивали в течение смены вместе с хореографами лагеря. На самом деле я была очень удивлена, потому что вот тут заряд детей, когда они приходили на танцы, на занятия, то с каким интересом они бежали, делали поклоны, реверансы, открывали барышням двери, подавали правые или левые руки. Я думаю, что это очень многого стоит, потому что нынешнее воспитание, оно это немножко опускает. Поэтому вот здесь мы пытались привить все правила, нормы этикета, которые должны быть как у кавалеров, так и у барышней. Нам очень нравится бал, все очень классно. Мы каждый день готовились, у нас были репетиции, учили каждый день новые танцы. Какой моряк не любит и не умеет танцевать? Вот. И я думаю, бал, мне кажется, это в нынешнее время очень необычное явление, потому что нечасто сможешь побывать и нечасто увидишь. И просто мимо проходящие люди не смогут пройти мимо, не поинтересовавшись, что здесь происходит. Навыки староевой подготовки, приобретенные в лагере, несомненно, пригодились юным морякам. Ведь грациозность движений была под стать торжественностью их выпускного вечера. Бал в очередной раз доказал, что и в 21 веке у молодежи не пропал интерес к искусству галантных танцев. Наталья Садовская, Денис Гилев, Владимир Плехов, телеканал Орленок ТВ.